привет друзья ну что как обещал будем вскрывать контрабандный гнойник своя к главы таможни макса нефедова андрея дулика сразу скажу что для клиентов компании любая авто которые в этом году купили у них авто это более тысячи человек у меня очень плохие новости автомобили которые вы приобрели на самом деле вам не принадлежат вы пользуетесь ими незаконно и после этого материала все авто у вас должны быть изъяты и поставлены на штрафплощадку в рамках уголовного дела которое обязательно возбудят правоохранительные структуры ну а вам придется долго ходить по следователям и доказывать что авто ваши вас друзья мы втянули в мега аферу такой себе автомобильный элита центр схема государственного масштаба за которой собственной персоной стоит не только глава таможни нефедов но и глава налоговой сергей верланов оба млада реформатора крепко влипли из-за жадности владельца любо авто андрея дулика свайка нефедова и если бы не перевозимая им контрабанда вещей в этих авто то мы бы про эту схему и не узнали а так спасибо андрей кстати о том что они любо авто аферисты они сами признались нам на камеру ну что анонса достаточно переходим к делу есть такая компания любая авто большая красивая с автосалоном красота не гараж какой-то они мега успешны и позиционируют себя как одна из крупнейших в украине вы увидели их рекламу и приходите в салон мол хочу купить авто из америки они говорят вот сайта аукциона выбирайте машину делаем ставку мы ее вам покупаем привозим растамаживаем и отдаем хочешь даже поставим на учет все под ключ и не дорого али 750 долл это вы кажете ваши послы все разом коштует довезение это выбирь розрахунок купивля транспорт уважение транспорт уважение тех же чайно оформление всех документов и разметник то разметник няну супровид всех процедур и в принципе со всем цим и займаем ось думаю вы таки получили документы за разметник то вы не уйдете никуда и ничего не везет то мы это все зробили такой комплекс услуг и всего за 750 долларов выглядит соблазнительно настоящий американский автомобиль без головной боли выбрал получил поехал но если вы человек думаю щитова сразу возникнет вопрос а у кого и где я юридически этот автомобиль покупаю на моё ли имя вы его везете а деньги вам или в америку а с кем я вообще заключаю договор и вот в ответах на эти вопросы и кроется вся суть их схемы ведь по данным таможни компания любая авто машины из сша не импортирует более того юридически с вами она вообще никаких отношений не имеет чтобы убедиться в этом достаточно просто прийти к ним в салон и задать эти правильные вопросы что мы сделали в кого я по документах купляю машину в американце не то есть вы поняли вам сразу говорят что вы не ничего в америке не покупаете вместо вас покупает некая фирма которая на автовозах все красиво везет и даже растамаживает думать вам не нужно но основной вопрос остается открытым как и в какой момент я становлюсь собственником автомобиля деньги то я даю вам они какой-то непонятной фирме договор я с кем подписываю вот этот договор просто бумажка по другому ее не назовешь между двумя физлицами о том что какой-то человек обязуется от вашего имени заключить договор с какой-то компании и привезти вам авто даже не фоб какой-то просто человек и вообще без указания названия и реквизитов этой компании а почему с этой фирмы заключают договор не я зачем этот чувак посредник и почему название фирмы которая покупает для меня авто засекречено уже выглядит как какая-то афера и это напомню крупнейшая в украине фирма по продаже авто из сша ну хорошо какой-то чувак везет мне авто допустим а у кого я ее таки покупаю можете пояснить вы ее розмитнили а я я я поставлюсь на облік яки вы меню документы дается договор купивали продажу визьки фирмы а то же украинская фирма ты чайная фирма наша львівская наша львівская добре договор купивали продажу и там же идуть документы по МДД МД-6 сертифікация добре тобто я вже потім ставлю на себе потому что вы будете знову ж таки перший власник о схеме появилась какая-то львовская фирма которая продает мне авто а на каких правах она становится собственником она еще один посредник это менеджер пояснить уже не может ясно а лише мне таким моменту кажете що перше якби оформлення буде перша реестрація на мене особистость а як так коли воно буде вже на львівскую фирму зареєструвано воно не буде воно просто буде транспортуватися на фірму тобто але документи тоді будуть як звідки з львівською тої фірми що вона його якби виграла на аукціоні так там та є документи тобто про машину а де вона там імені хто її купив ну то пише хто її купив хто тобто у нас є так би шеф офісі ага то він ніби купив її він орієнтовно її купив через любе авто це дуже важко так себе пояснити але так і виглядає сложно пояснить говорит а на прямой вопрос мы слышим какое-то мычание вы покупаете у фірмы но не совсем у фірмы фірма только везет а покупайте вы ее у нашего шефа который купил ее у любви авто которая на самом деле ничего не возит замкнутый круг ну идем дальше деньги я кому даю а кому я гроші перевожу от наприкату я вам даю гроші є можливість робити двома способами ми можемо вам створити інвойс банку про оплату тобто ви можете це вплатити через банк і можете так само якщо ви маєте можливості взимати все може виплатити то есть я как покупатель приношу їм наличний куда они потом идут на какой счет ложатся ложатся ли вообще вопрос думаю такой же таинственный как и схема продажи а если я сам перевожу деньги в Америку кому их переводить инвойс банку то куда туда в Америку одразу переводите гроші на оцю компанію на балтик автошиппинг то наша украинська фирма че їхня та компанія зікоємось попрацією на транспортує авто вот друзья мои и ключик к нашему ларчику компания балтик автошиппинг она находится в Америке именно она отправляет автомобили в Украину но отправляет совсем не на имя любого авто и не на имя ее директора как лапшал на менеджер и точно не на вас эта фирма ее сотрудники ничего не импортируют отправляет балтик авто все эти автомобили на имя компании мотолайк которая эти авто ввозит растамаживает почему-то только в Ивано-Франковске и только у двух инспекторов а потом везет их физически обратно во Львов в салон любые авто сотрудники которого физически передают их вам и даже помогают ставить на учет но все это друзья мои полный фейк так как мотолайк везя все эти авто в Украину внимание никому их не продает ни вам никому-то другому она их отдает любое авто просто физически на а любое авто потом подделывает документы что вы у какой-то фирмы эти автомобили купили и вы идете с этими документами ставить ее на учет в мрэу хотя фактически и законный владелец вашего автомобиля до сих пор компания motolike согласно налоговой базы которая попала ко мне в руки на сегодняшний день motolike является владельцем более тысячи ваших автомобилей 1098 если быть точным и это только за этот год все авто которые они импортировали вот эта база я выложу ее на google диск ссылка будет в описании и по вин-коду купленного в любое авто авто вы сможете проверить наличие своей машины и если она в этом списке есть то абсолютно законно автомобиль у вас можно забирать вы владеете им нелегально завладев преступным путем но зачем любое авто продавать авто которые им не принадлежат и зачем им вообще заниматься этой схемой в чем выгода рассказываю кража бюджетных денег в этом и есть смысл аферы когда вы покупаете авто за границей после его ввоза в украину он должен быть растаможен с него нужно уплатить таможенную пошлину акциз и главное ндс 20 процентов с авто в 5000 долларов это 1000 долларов пример эти деньги идут в бюджет когда вы покупаете авто как конечный потребитель и растамаживаете авто сами эти деньги идут сразу в бюджет а когда авто ввозит фирма то она ндс не платит сразу бюджет он попадает на специальный счет если фирма потом эти автомобили оформляет например в такси или используют для нужд своей компании или продает кому-то какие-то услуги за которые ей должны ндс то она может сказать налоговой верните мне пожалуйста эти 20 процентов ндс а с этих автомобилей и налогово обязана вернуть их обратно фирме но если эта компания продаст авто например вам как потребителю то деньги со спецсчета уходят бюджет именно поэтому мото лайк никому ничего не продает чтобы сохранить возможность получить из бюджета по 20 процентов от стоимости каждого автомобиля любое авто берет с вас налоги за растаможку наличкой об это лайк не показывает налоговой что авто продано потребителю и за этот год на их спецсчете с 1098-го автомобиля собрано более 50 миллионов гривен ндс который в конце года по одной из схем они вернут себе из бюджета сказав государству вот документы что мы везли больше 1000 авто они наши верните нам 50 миллионов и государство вернет они просто накапливают сейчас документы на авто которые вы заказываете в любое авто и которые покупаете физически но юридически эти авто собственность мотолайк который в конце года получит из бюджета 50 миллионов это на октябрь и не у таможни не у налоговой ни разу не возник вопрос ни к одной из этих компаний эй мотолайк а где стоят твои тысячи автомобилей покажи их нам эй любое авто а где вы берете машины которые продаете кто их возит покажите договор мега афера которую государство не замечает почему а вот тут мы друзья приходим к вопросу причастности максима нефедова и сергея верланова мотолайк друзьям и это одно и то же что любая авто у любого авто огромный красивый салон много рекламы и много клиентов но если вбить в google номер телефона мотолайк то он приведет вас на сайт любое авто владеет компанией любое авто официально андрей дулик его жена юлия калмыкова сестра яны калмыковой жены главы таможни максима нефедова простыми словами дулик и нефедов свояки дулик прошлом сотрудник оперативного управления государственной фискальной службы львовской области по вопросам криминальных правонарушений на таможне а сегодня сверхуспешный торговец автомобиля сегодня он тесно общается как с нефедовым так исполняющим обязанности львовской таможни сафоновым так как возле львов арена он хочет открыть большой автомобильный хаб но владеет любое авто дулик всего лишь номинально в качестве фунта настоящий владелец компании некто василий костюк один из крупнейших в украине конвертаторов и держатели рынка по обналу денег и отмыву ндс профессионал в своем деле он и инвестировал деньги в бизнес любое авто вернее он инвестировал их схему и аферу а продажа авто в этой схеме побочный процесс которым и руководит свояк не федова дулик продажа авто кроме того что костюк крупнейший обнальщик он сегодня один из главных советников главы налоговой сергея верланова они знакомы давно еще со студенческих лет так как учились вместе и сегодня костюк оказывает на верланова очень серьезное влияние особенно в кадровой политики это что костюк обнальщик верланов знает очень хорошо но не портит же из-за этого многолетнюю дружбу за компанией моталайк как несложно догадаться стоит тот же человек василий костюк официально владеет моталайком вот эта девушка оксана тхир по совпадению во львове есть человек с такой же фамилии любомир тхир он достаточно известен в кругах государственной фискальной службы любомир иванович экс начальник отдела оперативного управления государственной фискальной службы львовской области а ныне владелец трех охранных компаний а теперь вспоминаем андрея дулика и его должность да вы правильно поняли любомир тхир и андрей дулик работали вместе в оперативном отделе гфс и не просто работали любомир иванович был долгие годы покровителем наставником и толкателем по карьере дулика таская его за собой по разным должностям и 2 многим ему обязан именно любомир тхир и втянул дулика в бизнес по продаже авто любая авто сведя его с костюком любомир тхир в бизнес империи обнальщика костюка главный человек по безопасности его бизнеса круг замкнулся то есть и компания motolike и компания любая авто это обнальный бизнес который принадлежит костюку который близок к главе налоговой верланову так и главе таможник нефедов через века дулик их основной бизнес отмывание ндс с этих автомобилей а схем потому как его вывести десятки а у костюка наверное сотни а теперь вспоминаем с чего это расследование началось 10 октября на таможенном посту краковец таможня совершенно случайно задержала два автовоза сбитыми автомобилями сша в салоне которых в мешках нелегально перевозились брендовые вещи и американские биодобавки в общей сложности почти тонна нелегального груза на сумму около двух миллионов гривен в каждом автомобиле по несколько мешков чистой воды контрабанда подробно я описывал эту ситуацию 15 ноября в своем телеграм-канале ссылка в описании утомлять уже не буду так вот перевозчиком этих автомобилей соответственно контрабанды в них оказалась компания motolike отправителем авто по документам значилась компания baltic автошиппинг это третий компонент бизнеса свояка нефедова дулика и друга верланова обнальщика костюка перевозка в американских авто контрабандных грузов которая приносит прибыль не меньше чем продажа самих авто и отмывание с них ндс ну какой дурак полезет проверять автомобили когда все на таможне знают чей это бизнес автовозы motolike неприкасаемый авто без проблем оформляют по заниженной цене и таможня этого не видит в них возят контрабанду и таможня этого тоже не видит motolike по документам владеет тысячи авто и налоговая не спрашивает что происходит а любые авто продает эту же тысячу их не спрашивают где они их взяли и все довольны ну кроме нас с вами которые задаются вопросом а чем эти младореформаторы отличаются от прошлых надеюсь макс нефедов на налоговом комитете сможет чем-то ответить ну естественно надеюсь на реакцию правоохранителей которые беспроблемно идут подтверждение всем описаны мною фактом да я так понимаю что с сегодняшнего дня автосалон любо авто больше не работает а